Мое фитектурное образование помогает правильно проектировать конструкции и зонировать помещения. Да, фитектурное образование очень полезная штука, конечно же, очень важная вещь. Закончил стройфакт ПГС. Я, кстати, тоже ПГС заканчивал. Поняла, что не совсем мое. И я, кстати, тоже понял, что не совсем мое. Очень хочу стать дизайнером интерьера, с чего начать. А сейчас расскажу, с чего начать пошагово. Второе высшее профобразование, курсы, как пойти в эту сферу, если нет опыта. Сейчас расскажу. Машка, ваш вопрос понятен. Стоятельно больше заработаешь. Нет. Знаете, почему строительным хуже заходить? Просто по одной причине, что клиент сначала идет чаще всего к дизайнеру, а потом уже строит. То есть чем раньше мы встретим клиента, тем лучше. На самом деле идеально, если мы риэлторы продаем клиенту дом или квартиру, потом делаем же дизайн и нанимаем строителей. Вот это самый идеальный замкнутый круг. Поэтому дизайнером быть тоже прикольно, потому что дизайнер приводит своих строителей и получает, естественно, тоже от них либо процент, либо управляет вообще всей стройкой. То есть чем раньше мы с клиентом познакомимся, тем лучше. И в данном случае у дизайнера, все-таки не соглашусь, есть некий запас такой. Первая встреча. Если он не накосячит, дизайнер, на этапе проектирования, то большая вероятность, что дизайнер возьмут дальше на реализацию. Хотя не всегда. Есть и строители, которые советуют дизайнеру своих. Наверное, тут и так, и так бывает. Ну, опять же, из моего опыта я рассказываю только как вот у нас. При этом, если вы хотите самореализовываться, дизайнер идут не только для того, чтобы деньги зарабатывать, а чтобы делать свои проекты и идеи воплощать, делать мир лучше. То есть если ты строишь, то ты строишь по чужому проекту чаще всего. Если ты делаешь дизайн, то ты придумываешь, рисуешь, обсуждаешь вместе с клиентом, создаешь что-то новое, креативити, идею. И потом еще и воплощаете. Мне кажется, это вдвойне прекрасно, вдвойне приятно. Ну, я от этого, по крайней мере, очень большим позитивом заражаюсь и каждый день встаю с кровати и иду работать. Ну, на самом деле, не работать, это вот хобби, увлечения. Я бы занимался, если бы мне не платили за это. Даже сам бы предплачивал, наверное. Как волны делали? Рассказал уже, если возраст 45, и новичок, возможно, есть ли шанс? Да, конечно, возможно, какая разница? Еще одно такое откровение. Что такое дизайн? Дизайн – это не столько умение и знание каких-то технических вещей, как можно, как нельзя. Это не столько вдохновение или умение соединять какие-то цвета или материалы между собой. Во многом, во многом, дизайн – это умение общаться, умение понимать задачи. Наверное, я бы даже сказал, 50% дизайна – это понимание задачи. Вот реально. И общение с клиентом. Если задача понятая неправильная или сделана неправильно, можно нарисовать сколько угодно прикольный интерьер, но он не подойдет. И клиент скажет, подумайте еще. Очень важная часть, которую многие упускают. Очень важная часть дизайна – это жизненный опыт. Потому что именно жизненный опыт в плане возраста, он говорит, 30, 40, 50. Есть опыт использования разных элементов, разных вещей. Вот молодой дизайнер, когда он начинает, я очень хорошо себя помню. Я был, по сути, новичком, я никогда не был в нормальном интерьере. Ну, по сути, и нормальных интерьеров не было, когда я начинал. Вернее, у кого-то они были, но у меня доступа не было. Я жил в обычной квартире, в коммуналке жил, потом в квартире, там родители переехали. Потом я пошел учиться в институт. Денег у меня на рестораны не было. То есть я, в принципе, видел дизайн красивый только на картинках. Я не мог нигде с ним соприкоснуться. У меня не было денег, чтобы поехать куда-то на курорт, посмотреть какие-то хорошие объекты. Не получалось, не было возможности. Поэтому в основном дизайнеры, начинающие, молодые, у них большой минус в том, что они не имеют жизненного опыта использования и соприкосновения с хорошим или с плохим. И видят это все по картинкам. К сожалению, учиться по картинкам не работает. Не получится в журнале посмотреть хорошие интерьеры и обрести вкус. Вернее, получится, но достаточно ущерба. И если есть система. Нужно трогать, нужно смотреть, нужно щупать, нужно понимать, нужно стыки, понимать, как работают. Нужно смотреть, что работает хорошо, что плохо, что удобно, что нет. То есть нужно развивать свой мозг в плане опыта. Это очень хорошо развито даже у тех людей, у которых просто есть возраст и есть определенный опыт общения с чем. Ну, специалисты из другой профессии. Очень хороших результатов достигают люди из другой профессии. Из банковской сферы, из экономической сферы, математики, ну и так далее. Те люди, которые уже добились какого-то успеха, у кого есть высшее образование одно или два, и кто хочет просто попробовать себя в каком-то другом деле. Очень-очень великий шанс на успех, гораздо лучше, наверное, даже, чем у новичка, который отучился только из института. Потому что направление развития будет другое. 6-12 месяцев ты дизайнер. Да, если говорить про срок, на самом деле, что такое дизайн? Дизайн – это перестройка мозга. Не столько технические нормы, это может сравнить с таблицей умножения. Вот ребенок идет в первый класс, он научился читать, научился буквы, и следующий год у него на второй какой-то класс, у него таблица умножения. И на лето ему задают выучить таблицу умножения. Вот он учит таблицу умножения, и дальше уже с ним можно разговаривать о чем-то другом. Здесь примерно то же самое. Только вместо таблицы умножения мы должны выучить нормы и правила. Они есть, они прописаны, есть определенное количество их, их не так много. И, зная эти нормы и правила, мы можем, используя свой жизненный опыт, начинать проектировать. Это несложно. Дальше нам нужна обратная связь от кого-то, кто говорит, где мы ошиблись, а где не ошиблись. В моем случае я работал в студии архитектурной. Я туда попал, потому что умел делать 3D. Я был полезен архитектором и дизайнером, и поэтому у них работал. А в свободное время я делал дизайн и консультировался у них, правильно ли я сделал планировку или неправильно, как можно сделать лучше. И впитывал вот эти знания. То есть консультация и быть подмастерьем, либо получать консультацию от архитектора или дизайнера, это очень-очень важно, потому что своих ошибок не видишь. Если ты сидишь у себя один, то ничего хорошего чаще всего не сделаешь. Надо общаться обязательно. Вот у нас есть дизайн-конференция, каждый апрель мы проводим, где собираются дизайнеры, дизайнеров профессиональных и начинающих. И вот это вот такая тусовка, обмен мнениями, когда люди показывают, что они делают, рассказывают, как они это делают. И соответственно другие дизайнеры обогащаются знаниями. Обязательно нужно общаться, обязательно нужно обмениваться опытом, выкладывать работы, портфолио, спрашивать совета, просить критику, не ждать похвалы. Похвала она не нужна. Нужна критика, причем жестокая. Чем сильнее разнесут, тем лучше. Я никогда не боялся ни критики, специально там нарывался, говорю, вот давайте меня прям покритикуйте, что не так. Получил полный разнос проекта, переделал, заново получил разнос, заново переделал, понял все свои ошибки, ну и так шаг за шагом через опыт идешь, нарабатываешь какие-то навыки на реальных проектах. Поэтому мало получить именно знания, нужно научиться их применять. Знания можно получить примерно за 6-12 месяцев, как правильно написали, но этого недостаточно. Дальше начинается самое интересное, начинается опыт применения на реальных объектах, на реальных проектах. И тут уже срок у каждого свой. Кто-то очень быстро схватывает и делает дизайн, ну буквально даже вот на лету. Все быстро понял, все начал делать, втянулся и пошло-поехало. Какие-то вещи не знает, спрашивает, либо берет помощников и быстренько строит. Решает проблему по мере поступления. Те люди, у которых развито логическое мышление, очень здесь в приоритете. Я вот не зря сказал, профессии такие, как математики, экономисты, гуглтера бывшие, ну и другие люди, связанные с числами. Это прям вот очень благотворная ниша. Когда я учился придумывать дизайн, у меня был всегда вопрос, как придумывать? Вот я загрузил все данные, которые необходимо вытащить из клиента, задачу понял, и что мне теперь делать? Как вот мне на лист или в 3D-модель вытащить идею? Я не нашел ответа нигде. Я обрел интернет, обрел литературу, книжек, нигде нет. Вообще нигде нет ответа. Мне пришлось изобрести этот способ самостоятельно, понимание, как придумывать. И такой способ есть, мы его тоже разбираем. За месяц мы учимся создавать дизайн-проект в четырех стилях. Понимаем, что такой стиль, как они работают между собой, какие бывают элементы и как их соединять. Изучаем насмотренность, и в принципе визуализатор готов стать дизайнером. Не полным, но хотя бы он может создать концепцию. Это важная очень часть. Как только мы можем создавать концепцию, мы уже можем начинать двигаться в направлении самостоятельной деятельности и искать себе помощников. Потому что самое главное, что у нас есть, это понимание, как это работает, и умение это воплотить, показать, защитить клиенту. Я не дизайнер, но всегда всем нравилась моя квартира. Вот, кстати, тоже очень классная штука. Кто себе квартиру сделал, и это вот один из показателей. Значит, если вы себе сделали квартиру, вы практически выполнили половину работы. То есть единственное, что вам не хватает, это подточить свои собственные навыки и знания до того уровня, когда вы не уже не по наитию будете делать дизайн, а системно. И это гораздо проще. Шесть месяцев более чем достаточно. Только времени с нуля для переучивания и получения первых заказов. Кстати, рисовать совсем не умею. Диана, рисовать не обязательно. Если вы хотите научиться, научиться можно. Если прям рука тянется, и вы хотите это делать, есть простые правила. Законы схода, композиции, все, что с этим связано. Это просто рука набивается, можно это сделать. Рисовать можно руками, можно в 3D, и можно другими людьми. Вот три способа рисования. Если руками, то сам почеркушечки делаешь, как получается. Если в 3D, то строишь пространство. Тоже желательно там научиться. И другими людьми. Ты делаешь вот эти почеркушечки, не умея рисовать, ищешь какие-то аналоги. Другой человек, ты ему платишь деньги, как правило, это почасовая зарплата. Берешь специалиста, он тебе рисует помещение, собирает, и ты ему говоришь уже там, что подвигать. Это очень хороший способ для тех, кто ничего не умеет, но хочет что-то создавать. То есть ты вместо того, чтобы самому ковыряться, создаешь дизайн чужими людьми и говоришь, что нужно поправить, чтобы твоя идея была реализована в макете. Так тоже можно делать. У каждого свой путь, свой способ. Можно научиться одному, второму и третьему способу в зависимости, как вам лучше. Из этих двух способов я рисовать не умею, никогда не рисовал практически. Ну там буквально пару проектов я там что-то накидал и кривенно показывал. 3D я сделал очень много, 3D концепции, потому что все начальное творчество провел именно на компьютере 3D. И сейчас я работаю именно с помощью наших же визуализаторов. У нас есть курс по визуализации, где мы учим наших моделеров и визуализаторов, людей, кто хочет быть профессионалом в этой области, научиться и дальше создавать проект. Я сейчас создаю задания в виде почерпушек и в виде каких-то идей-схем. Создаю идеи-схемы и дальше комментирую, как надо сделать. Очень хороший способ, когда у вас есть опыт и не так много времени. Так можно, используя нескольких сотрудников, сделать один проект дома, где, допустим, 15 комнат. Не за полгода, ну или там в одиночке, в одиночку, если будете работать, а гораздо быстрее. Используя разделение труда. Это тоже очень полезный навык, которому можно тоже научиться. Так, работа дизайна частично во Франции, в чем отличие от России? Очень много разных особенностей в разных странах. То, что я рассказываю, в принципе, это универсальные такие знания. Дизайн на две части делится. Первая часть – это мышление дизайна, как придумать, как сделать, защитить, подобрать материалы, мебель, какую идею внести. Это первая часть, большая-большая часть. И вторая большая часть – это как это, собственно, воплотить, начертить и адаптировать под локальную либо страну, либо какие-то требования. Есть такое понятие, как технические условия. Когда мы собираем первые данные с клиента, мы берем интервью, мы изучаем объект, и мы обязательно берем технические условия. Об этом мы в самом начале тоже рассказываем на нашем курсе по анкете. Технические условия, они для каждой страны могут быть разные, для каждого комплекса могут быть разные. Это регламент работ может быть, какие материалы можно применять, какие нельзя. То есть есть очень много нюансов. И эти ограничения мы тоже должны использовать для того, чтобы делать дизайн. Поэтому здесь просто надо собрать ограничения. Мы когда делали объекты во Франции, мы не делали рабочую документацию, например. Потому что по закону, чтобы сделать рабочую документацию, имеет право только архитектор местный. И местный архитектор, он имеет право, он там согласовывает все. Поэтому для Франции, допустим, когда мы делали отель, мы делали только эскизный проект и визуализацию. Дальше мы отправляли это все клиенту. Клиент находил местного архитектора, и местный архитектор там все это согласовывал. Поэтому есть много нюансов. Кому интересно, тоже могу поделиться этими данными. Многие дизайнеры, очень многие, работают с раннего утра до поздней ночи и по выходным. Вы считаете это неправильно? Спасибо за вопрос, это очень хороший вопрос, очень хороший, он очень глубокий. На самом деле я вот как раз-таки борюсь против этого. Не то, что борюсь, я считаю, что так быть не должно. Ну, вернее, каждый сам себе выбирает жизнь. Но есть возможность этого не делать. Есть возможность работать так, как хочешь, с кем хочешь, выполнять проекты, которые хочешь. Это очень глубокий вопрос. Я вот сегодня немножечко его затрагивал, да, когда рассказывал о том, что надо брать команду. Чтобы быть дизайнером, недостаточно хорошо разговариваться во всем. Нужно уметь управлять другими людьми. То есть, по сути, это человек-фирма, человек, который может ставить задачи самоорганизованным, человек, который умеет общаться с клиентом, он знает все обо всем. Он знает, что такое договора, он умеет юридически правильно обосновать, он умеет менеджерить проект и вообще знает, что такое менеджмент проекта. Дизайнер знает о материалах, о технологиях, он знает, где что купить, сколько это стоит. Он умеет общаться на языке клиента цифрами или эмоциями, в зависимости от типа клиента. Он психолог, он разбирается в типах личности. Он вообще вот все обо всем потихонечку. И большая-большая проблема многих дизайнеров, я сам такой был, это когда мы работаем действительно с утра до вечера. Почему это возникает? Работа с утра до вечера от того, что чаще всего клиент просит делать варианты различные. И это большая глобальная проблема в самоидентификации, как мы ведем проект, какая последовательность у нас проекта. Многие дизайнеры не идут от себя, как надо делать проект, как к доктору пришел, и он говорит, сейчас мы будем лечить зуб. Сначала мы это сделаем обезболивающее, потом посверлим, потом пломбу поставим, потом зашлифуем. Никакому клиенту в голову не придет, говорите, давайте мы сначала посверлим, а потом обезболивающее или давайте другой порядок сделаем. В дизайне почему-то клиенты считают возможным диктовать свои условия. А начинающие дизайнеры или дизайнеры, которые не знают, как этому противостоять и зачем это надо делать, они соглашаются. Не знаю, по разным причинам, боятся потерять заказ, думают, что клиенту виднее, хотят угодить клиенту, ну и много разных причин. Здесь очень большой глобальный вопрос именно в том, как дизайнер себя ощущает. Мы сейчас делаем интересный стандарт, у Министерства труда в нашем государстве есть заказ на стандартизацию профессий. Мы сейчас делаем для государства стандарт профессии дизайнера и прописываем там условия, разные условия, что делает дизайнер, что делает помощник дизайнера, в общем, какие должности есть. Ну, очень интересно. Вчера мы обсуждали с проектировщиком этого закона, ну, с нашим представителем, как правильно называть, клиент или заказчик. Меня спрашивает проектировщик, я даю замечание, говорю, а почему вы везде пишете заказчик? Ну и вообще, правильно ли писать заказчик или клиент? У меня лично всегда отношение именно к клиенту. И у меня и в договоре написан клиент, и всегда я именно это слово использую. Я считаю, казалось бы, слово, да, какая разница, клиент или заказчик? На самом деле, это очень большой подход к самопозиционированию. Если заказчик, то он заказывает, он диктует, он говорит, как должно быть. А есть исполнитель, который подчиняется, слушается и работает на заказчика. Вот когда, казалось бы, да, какая-то фигня, но когда у меня были заказчики, я работал круглосуточно, я работал вечером, ночью, я не ездил отдыхать, я делал все, что они хотят. Как только у меня заказчики кончились и стали клиенты, почему-то все наладилось, почему-то теперь они слушают, как должно быть, а я им рассказываю, как у них должно быть в доме, когда мне можно звонить, когда нельзя, в выходные или не выходные, как должен проходить проект. В общем, они клиенты. Точно так же, если мы говорим, клиент пришел в клинику к врачу, очень хорошая аналогия, это не заказчик пришел зуб лечить, пришел лечить зуб клиент. Мы, значит, в позиции эксперта. Если ты ставишь себя в позицию эксперта и веришь в это, и не только веришь, а действительно это есть, то есть что мы эксперты в какой-то своей области, пусть в небольшой, но эксперты. Вот я, допустим, не боюсь сказать вам, что я что-то не умею, абсолютно не страшно. Я говорю, я рисовать не умею, но мне, в принципе, все равно. Я знаю, что куча людей думает, что если дизайнер не умеет рисовать, это не дизайнер, абсолютно фиолетово, да, где эти люди и что они делают, и наплевать мне на их мнение, я знаю, в чем я хорош. И я знаю, что я приношу пользу людям, они платят мне за это деньги и слушают с уважением за то, что я умею делать то, что умею, и делают хорошо. Но при этом слаб в каких-то других вещах. Они приходят ко мне, и поэтому я могу диктовать свои условия, говоря, как надо. Это вот большая-большая часть внутренняя, скрытая, которую многие вообще не видят. Но я всегда говорю, что мало, собственно, уметь что-то делать. Нужно это продать, нужно это провести, и нужно каким-то образом сделать так, чтобы тебе комфортно работало. Чтобы ты не работал с утра до вечера, а работал так, как нужно. И вот, казалось бы, маленькое, да, вот это вот слово заказчика или клиент, это маленькая такая частичка, ступенька. Но от нее, на самом деле, идет и растет все. Идет большая концепция работы. Продолжение следует...